Готовы к труду и обороне. Люберецкие школьники сдали нормы ГТО. Почти 500 человек продемонстрировали свою силу и выносливость на стадионе Торпеда. Как это было, расскажет Дарья Борисова. Показали все, что отработали на уроках физкультуры. Вместо оценок в журнале за этот зачет получили значки ГТО. Обладатели золотых еще и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Для будущих абитуриентов ценный бонус, но не только ради льгот старшеклассники обулись в кроссовке. Школьники округа за здоровый и активный образ жизни. Я считаю, что спортом должен заниматься каждый. И культура спорта – это очень важно для нашей жизни. Каждый человек должен поддерживать свое здоровье и быть направлен к спорту. Ульяна Поршнева не впервые на площадке сдачи нормативов ГТО. На этот раз замахнулась пройти все предложенные спортивные испытания. Их около десяти – это бег на короткие длинные дистанции, метание спортивных снарядов, прыжки в длину, подтягивания, отжимания. Набор стандартный и знакомый многим люберчанам. Жители округа сдают ГТО дружно. И возраст для них не имеет значения. «Люберчане очень активно принимают участие. Даже вчера у нас был мужчина девятой ступени, 55 лет. Выполнил все нормативы на золото. Очень спортивный человек. В общем, люди тянутся, занимаются спортом. Люберцы – территория спорта». Тем, кто пока не успел блеснуть своей физической формой, еще представится такая возможность. В Люберцах массовая сдача нормативов ГТО проходит в рамках масштабных праздников. Кроме того, четыре раза в год в округе устраивают фестивали ГТО. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.